Тема 803. Рассада с доставкой на дом. 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 Если я что-то понимаю в английском, Майк построил на своем участке огромные теплицы. Не сразу, конечно, его бизнес развивался постепенно. И принимает заявки на свежую рассаду круглый год. Причем, не только в окрестных деревнях и городах, но и по всей Великобритании. Он рассылает рассаду не только для весенне-летнего огородного периода, когда клиенты высаживают ее на своих дачных участках. Заявки он принимает круглый год, а рассылает такую рассаду весной, к началу посадок в открытый грунт. Но он готовит посылки с рассадой для любителей выращивания зелени на подоконниках. Ведь и зимой мы нуждаемся в свежем салате и укропе. Более того, он создал специальную программу для обеспечения школ своей рассадой, с целью научить детей практическому выращиванию растений на школьном огороде. Кроме того, он предлагает покупателям удобрения, садовый инвентарь, готовые растения. Есть у предпринимателя и подписка на поставку растений в течение всего года. Кроме того, у бизнесмена есть еще одна услуга. Он приглашает всех, желающих отдохнуть на своей ферме, общей площадью 60 га. Всем желающим он предоставит палатку и необходимые вещи для комфортного отдыха на природе. За отдельную плату, конечно, простой и благодарный бизнес на своей земле. Майк, как и хотел, проводит все свое время с детьми. Его офис – это его же дом. Утро он начинает с завтрака в кругу семьи. На обед к нему приходят друзья. В течение дня он принимает звонки, выезжает на деловые встречи, либо работает на ферме. В любое время к нему могут присоединиться члены его семьи, помочь в бизнесе, либо просто пообщаться. И при этом бизнес масштабируемый, потому что клиенты Майка – это 60-миллионная Великобритания. Он продает свои коробки с рассадой не только через свой сайт, но и через другие магазины. Причем, через третьих лиц он продает только подарочные сертификаты, ваучеры, чтобы не связываться с посредниками, которые могут подпортить его репутацию, доставляя его рассаду не так быстро, как он это делает сам, в течение суток. В его планах – продажа ваучеров через розничные магазины и супермаркеты. Уже сегодня среди его клиентов – 2000 английских школ, а школы – это крупные стабильные заказы. В прошлом году его оборот составил 500 тысяч фунтов. Работают в его фирме всего 5 человек. Иногда, в сезонную горячую пору, он нанимает до 20 наемных работников. По-моему, неплохой семейный бизнес на природе. А секреты успеха, на мой взгляд, вот такие. Интерес неопытного населения к самостоятельному выращиванию растений, для еды или красоты, не так важно. Продуманная логистика. Майк старается отправлять коробки с рассадой максимально быстро, чтобы растения дошли до клиента свежими. 3. Качество продаваемой рассады. Я встречала в интернете множество довольных отзывов его клиентов. Те пишут в своих блогах свои впечатления, размещают фотографии, в том числе и уже выросших растений. Его рассадой пользуется сам Джеймс Оливер, известный на... Весь мир повар-телеведущий. 4. Ориентир не только на заказы через интернет, но и через розничные магазины. 5. Подключение школ к базе своих клиентов. 6. Умелое использование подарочных сертификатов в розничной интернет-продаже, которые не только позволяют ему расширять клиентуру, но и продавать свою рассаду круглый год. 7. Постоянное расширение ассортимента товаров и услуг. 8. Любовь к своему делу – это та редкая составляющая, которую многие предприниматели не учитывают, а ведь она чувствуется даже на расстоянии и заставляет купить даже тех людей, которые пока еще не являются целевой аудиторией. 9. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 9. Редактор субтитров А.Семкин